Яйцо куриное Великолепный продукт, сбалансированный продукт для диетического питания Который могут использовать как те, кто находится на смешанном питании Занимаются отдельными видами вегетарианства Так и те, кто питаются неубиенной пищей В любом случае, этот продукт может принести вам пользу Я говорю, может, потому что важно знать, как правильно выбрать яйца Как правильно хранить яйца Как правильно готовить яйца В зависимости от вашего пола От вашего возраста От вашего образа жизни От условий окружающей среды А также, что делать, если есть аллергия на яйца На этот великолепный продукт питания Обо всем этом вы узнаете, просмотрев это видео до конца Итак, пункт 1, без которого все остальное не имеет никакого смысла Как правильно выбрать яйца Но это сделать, в принципе, относительно несложно Если рядом с вами кудахчет курица То это значит, что на свет появилось только что еще одно диетическое яйцо Курица всегда кудахчет, когда снесет яйцо Но если вы находитесь в супермаркете И куры только на картинках вокруг вас Вы должны понимать, что яйцо хранится, в принципе, можно достаточно долго И месяцы, и годы И важно понимать условия правильного хранения Чтобы яйцо приносило вам пользу, а не вред Самая большая опасность для яйца находится во влаге Как только влага контактирует с поверхностью яйца Та защитная оболочка, та защитная пленка Которую заботливая мама курица Поместила вот это яйцо Она разрушается И белок оведин, который раньше сдерживал различные патогенные бактерии Он уже не сдерживает их Бактерии проходят внутрь яйца Используют его по своему усмотрению Индикатор того, что за диетический продукт взялись патогенные бактерии Яйцо протухает Ну, аромат тухлых яиц Если они протухли где-то в супермаркете От неправильного хранения Вы почувствуете задолго Но не все Тухлые яйца могут купить некоторые категории людей Те, у кого есть ренит Острый ренит Или хронический ренит Аллергический ренит То есть, когда обонятельные рецепторы закрыты фактически слизью И невозможно прочувствовать Яйца протухли или нет Но это бывает не всегда Это бывает не со всеми Но Рецепт, как продать любому человеку Тухлые яйца Известен Ему продал еще Джек Лондон В своем романе Смог бы лью Помните, яйца нужно просто заморозить Замороженные яйца не издают аромат тухлых яиц Хотя они уже давно не доброкачественные Поэтому Для того, чтобы Если вы сомневаетесь в качестве яиц Важно проверить их в супермаркете Доброкачественные они Или уже протухли И это В принципе Относительно легко сделать Для этого вам нужна просто Ровная плоская поверхность И Собственно яйцо Вы берете и начинаете Пытаетесь яйцо вращать Если оно так вяленько вращается То оно Фактически доброкачественное И не замороженное Если яйцо замороженное Оно будет вращаться Так же как и волчок И вот тут Я не знаю Я не могу вам дать Точного совета Протухлое это яйцо Или не протухлое Есть конечно еще один Более надежный способ Проверки яиц На тухлость Как вы понимаете Когда бактерии Начинают кушать яйцо И выделяется газ Который вы чувствуете Сероводород обычный Вы должны понимать Что конечно Удельный вес этого яйца Будет уменьшаться Объем остается тот же А полезные питательные вещества Превратились в газ То есть яйцо стало легче И как только вы яйцо Помещаете в стакан с водой Хорошее яйцо Утонет А тухлое будет плавать сверху Хотя я не видел Чтобы люди ходили по супермаркетам Со стаканами с водой Может быть и появятся такие Желающие проверить яйца на тухлость Не знаю Думаю что это не самый лучший способ Проверить качество яиц Тем более что После того как вы таким образом Яйцо проверили Вы обязаны его В течение суток съесть сами Лучше если это не сделаете вы Влага сняла уже защитную оболочку И с этого момента яйца будут Использоваться патогенными бактериями По своему усмотрению Вы все равно их не сможете съесть И использовать для своего здоровья Очень важно поискать Среди яиц Битые яйца Это принципиально важно Ну во первых Для того чтобы их не купить Они вам абсолютно не нужны Ну конечно если оболочка Если лоток в котором находятся яйца Прозрачный Вы легко можете их вычислить Если он не прозрачный Важно посмотреть на нижнюю поверхность Если она сухая Это в результате того что в принципе все яйца целы Если вы видите где-то влажную ячейку Понимаете что там битое яйцо И не просто битое А его уже давно кушают патогенные бактерии И такое яйцо нужно в самом случае заменить Его покупать нельзя И использовать в пищу нельзя Даже если оно будет стоить в 3 или 5 раз дешевле Чтобы вы понимаете яйцо великолепная питательная среда Для патогенных бактерий Оно уже вам для диетического питания Поэтому важно это понимать Но Вам нужно посмотреть цвет желтка И выбрать те яйца Которые имеют хороший оранжевый цвет Насыщенный цвет Потому что вы должны понимать что Один из компонентов который содержится в яйцах Это витамин А И он нужен вам круглый год И яйцо это один из источников этого витамина Потому что он не только улучшает ваше зрение Для того чтобы вы могли рассмотреть Яйца все таки свежие или не очень И по другим продуктам питания тоже не ошибиться Витамин А предупреждает развитие кардиологических заболеваний Такого бича современности как атеросклероз Это тоже очень важно понимать А это ваша подвижность Это способность быстрее обойти в супермаркет И быстрее искупиться Также витамин А это великолепный витамин Который предупреждает развитие онкоклеток в вашем организме А в случае если они есть он их тормозит развитие Это тоже важно понимать Больше того витамин А Помогает поддерживать вашу иммунную систему Против бактерий и вирусов Это тоже важно знать круглый год А не только в холодное время года Когда чаще просыпается Желание подкрепить свой иммунитет Поэтому очень важно просмотреть Какие производители продают яйца оранжевого цвета И лучше выбрать их Также крайне важно знать С кем все таки спала курица Это принципиальный момент в выборе яиц Потому что если курица спала только с другими курицами Понятно что яйца будут неоплодворенные И их могут использовать все А особенно те кто Собираются питаться неубиенной пищей Потому что в этом случае Яйца сколько бы их кто не насиживал Они не смогут превратиться в цыпленка То есть это фактически Ну просто продукт питания А не чья-то загубленная жизнь Если курица спала с петухом Такие яйца будут оплодотворены Ну их Те кто питаются неубиенной пищей Есть естественно уже не будут Ну а те кто находятся на каком-то Из видов вегетарианства Или на смешанном питании Великолепно могут использовать Этот продукт питания для своего здоровья Но очень важно Принципиально важно Для всех Даже если Не было Рядом с курицей петуха Что там однозначно не было Водоплавающей птицы Потому что если В одном помещении с курицей Были утки Были гуси Водоплавающие легко принесут С водоема лептоспироз И легко заразят яйца И такие яйца ни в коем случае Нельзя использовать В сыром виде Зараженные яйца Нельзя использовать Для приготовления Смятку Для омлета Их нужно использовать В жесткой кулинарии То есть для приготовления Тортов Печеней Которые будут Достаточно длительное время Запекаться в духовке Только в этом случае Можно быть Уверенным Что Патогенный возбудитель Погибнет Это важно Просто понимать Именно поэтому Я не советую Есть Покупать Домашние яйца Потому что Не уверен Что Курица спала Только с другими курицами Или только Со своим любимым петухом Это важно Понимать Это очень опасная Штука Лептоспироз Очень плохо Лечится Мягко выражать А вылечивается Только инвалид Поэтому важно Понимать Что это Такая Серьезная тема Еще один момент Очень важно Понимать Что Хранить до яйца Можно в холодильнике Можно просто В шкафчике Не принципиально Но Перед тем Как вы Собираетесь Каким-то образом Использовать яйцо Важно Перед употреблением Перед применением Обязательно Его помыть Со щеточкой Потому что Кроме курицы Яйцо могли трогать Неограниченное количество Людей Могли там Перемещаться Какие-то насекомые Какие-то другие животные И это всегда Источник Для заражения яйца Различными бактериями И важно понимать Что как бы вы Не использовали Дальше Первое что вы должны Сделать Это безусловно Помыть Как использовать Яйца дальше Ну в принципе В определенных условиях При определенных условиях Яйца можно Использовать В сыром виде Когда Советую пить Сырые яйца Ну во первых Все условия До этого Вы уже соблюли Яйца качественные Яйца хорошие Сырое яйцо Кому полезно Вот тот белок Который находится В яйце Альбумин Он великолепный Сорбет Если вы живете В экологически Неблоприятных условиях Или если ваша работа Сопряжена С контактом Тяжелыми металлами Радиоуклидами Какими-то Токсическими Веществами Вы должны понимать Что сырые яйца Должны у вас Быть регулярно В вашем рационе Перед контактом С этими вредностями Попадая в кровь Белок Альбумин Связывает эти Токсические вещества И легко И просто Выводит Их В неактивном виде Через ваши почини И таким образом Да Вы находитесь Не в самых Благоприятных условиях Но На организм Эти токсические вещества Действуют минимально Именно поэтому Можно в этом случае Пить сырые яйца Ну Имеет Смысл Пить В принципе Можно все яйцо Выпить Можно выпить Только белок Тут уже зависит От вкуса человека Если вы пьете Несколько желтков То конечно Это мягкая Такая желчегонная Нагрузка И она хороша Всем У кого нет камней В желчном пузыре А это Чаще всего Дети Чаще всего Мужчины Потому что Все таки Желчегонная болезнь Это больше Степени Удел женщин Особенно женщин Склонных К полноте Ну или тех Женщин У которых есть Дискинезия Желчного пузыря В этих условиях Камни образуются Еще проще И важно понимать Что в этом случае Не стоит рисковать И пить сырые яйца Особенно сырые желтки Натощат Как вы можете Использовать Еще яйца Да Можно Отделить Желтки от белков Желтки взбиваются С сахаром И в принципе Это великолепная Подпитка для мозга Потому что Яйцо Кроме того Что содержит Холестерин Содержит И лецитин И вот такой Живой желток Помогает Восстанавливать Быстрее Мозговую деятельность Помогает тем Кто Занимается Спортом Фитнесом Потому что В этом случае Вот те самые Жиры Они попадают В работающие мышцы И там Быстрее Лучше происходит Восстановление Ну а Белок яйца Это великолепный белок Практически Лишенный Продуктов Жизнедеятельности То есть он Практически Великолепно Усваивается И использовать Можно опять-таки В тех же случаях Когда нужно Восстанавливаться После Физических Нагрузок Или после Каких-то Заболеваний Яйцо Великолепный Диетический Продукт питания В этих случаях Также вы можете Приготовить Яйцо С мятку Или Яичница В лазунье Без проблем Живой желток Очень Большая польза Для вашего мозга Для ваших клеток Потому что В этом случае Тот холестерин Который Находится В яйцах И по причине Которого Яйца Многим Запрещают Ну нужно Понимать Что Есть такой Показатель Как холестериново Лицетиновый Индекс Он В яйцах В сторону Лицетина То есть Лицетина Больше А лицетин Препятствует Отложению Холестерина На стенках Сосудов Поэтому Если вы Используете Яйца Правильно И Желток У вас Живой Не свернулся Все прекрасно Вы можете Использовать Такие яйца В диетическом питании Практически В любом возрасте Особенно В приклотах Особенно У людей У кого есть Атеросклероз сосудов Не ускорит Яйцо Развитие Атеросклероза сосудов Но улучшит Мозговую деятельность Которые В этом случае Тоже Начинают Уже страдать Это прекрасно Нужно понимать Если вы Хотите Кормить Яйцами Детей Им Нужно Больше Нужно Больше Холестерина Яйцо Можно Сварить Вкрутую Или Приготовить Омлет Желток При этом Свернулся Но Жиры Которые Есть Они Лучше Накапливаются В организме И дети Лучше Растут Хотя Если У ребенка Планируется Какая-то Сложная Контроля Или Экзамен То лучше Все-таки Яйца В смятку Лучше Все-таки Глазунья Более Живые Виды Фактически Желтка Они В лучшей Степени Помогают Активной Мозговой Деятельности Что еще Важно Знать Когда Вы Хотите Использовать Яйца В пищу Часто Используют Яйца Для того Чтобы Поджарить Какие-то Продукты Питания Скажем Мясо Рыбу Поджарить Яйцами Фактически Яйца Замешивают С мукой И Обваливают Этот продукт Жарят Вот это Один из способов Сделать Яйцо Аллергеном Во-первых Яичный белок При этом Он Изменяется До неузнаваемости Его тяжело Усвоить Во-вторых Все-таки Вот в этом Случай Человек Может попасть На аллергию За время Пищевой Аллергии Потому что Разные виды Белка Перевариваются Разное время И тут Важно Это понимать И правильно Использовать Поэтому Лучше Обваливать Сухую Лучше Взять Влажный Кусок Мяса Взять Измельченные Отруби В порошочек Обвалять Мясо В этих Отрубях И таким Образом Поджарить Или Иным способом Приготовить Но Вы таким Образом Сбережете То же Мясо Ведь что Вам нужно Горячая Сковородка И ценный Кусок Мяса Или рыбы Немножко Отдалить Чтобы снизить Температуру Которая Будет На поверхности Вот Ту же Цель Выполняя Такую Прослойку Выполняет Банальный Отрубь В которых Вы легко Можете Обвалять Кусок Мяса Или рыбы И так Сидящим Образом Поджарить То есть Получить Больше Пользы И Минимальный Вред Что же Делать Если есть Аллергия Если есть Пищевая Аллергия Ну Безусловно Важно Правильно Понимать Что такое Очищение Организма Как его Провести Возможно Это Даже Не пищевая Аллергия А Есть Просто Дисбактериоз Кишечники А может Под маской Дисбактериоза Кишечника В кишечнике Живут Листы Паразиты Такие Видео Вы Кстати Можете Найти На моем Канале Посмотреть Возможно У вас Аллергия Не собственно На продукты Питания А на тех Соседей На тех Нахлебников Которые живут В вашей пищеварительной С теме Вам просто нужно Их Своевременно Удалить А я Это видео Буду заканчивать С привычными Подписчикам Моего канала Словами Крепкого вам здоровья И разумного К нему отношения И пока я думаю Буду Какое видео Еще написать На эту тему Для вас Вы можете Как то Отметить это видео Вы можете Отправить его Ссылочку на него Своим друзьям Знакомым Можете Комментарии Какие-то Написать Не вопрос По теме Этого видео А я подумаю Что еще Написать Для вашего И здоровья И активного Долголетия И какое видео Еще разместить На своем канале До новых встреч На моем канале